Что будут делать в армии 16-летние французы? Накажут ли канадца, у которого 24 жены? И какие семьи самые богатые в мире? Об этом и не только в нашем обзоре. 16-летних французов будут призывать в армию. Новый план возвращения службы ввело французское правительство. Призываться будут и парни, и девушки в два этапа. Сначала в обязательном порядке их будут месяц обучать гражданской культуре. На втором этапе молодые люди будут изучать сферу, связанную с обороной и безопасностью. Но это уже добровольное обучение, которое будет длиться значительно дольше. От трех месяцев до года. Программу планируют развернуть с начала следующего года. Пьяный китаец случайно заплатил в такси в сто раз больше. Инцидент произошел в городе Хефэ. Пассажир использовал приложение на мобильном, чтобы оплатить поездку. Но когда указывал сумму, ошибся. Вместо 14,90 юаней ввел 1499. Это примерно 220 долларов. Ошибку обнаружил водитель уже после окончания своей смены. Китайцы разыскивают компанию такси и местные власти, чтобы вернуть деньги. Канадца, который имеет 24 жены и 149 детей, приговорили к 6-месячному домашнему аресту. 60-летнему Уинстону Блэкмору можно будет только ходить на работу и вызывать врача. Также мужчине предстоит 150 часов общественных работ. Блэкмор принадлежит к религиозной группе мормонов и когда-то даже был епископом. Их вера позволяет мужчинам иметь несколько жен сразу. Но некоторым из благоверных Уинстона едва ли исполнилось 15 лет. Информационное агентство Bloomberg назвало 25 самых богатых семей мира, которые передают состояние из поколения в поколение. Список возглавили Уолтоны, владеющие сетью супермаркетов Walmart. У них свыше 12 тысяч магазинов по всему миру. Их состояние оценивают более чем в 150 миллиардов долларов. На втором месте семья Кохов с почти 95 миллиардами, заработанными на добыче нефти. На третьем семейство Марсов, производители батончиков, Милки Вэй, Марс и конфет ММДЭМС. У них около 90 миллиардов долларов. Азиатская группа ученых нашла останки ранее неизвестных животных в пустыне Гоби. Их передали на экспертизу в монгольскую столицу. Во время экспедиции также обнаружили кости предков велоцираптора и торбозавра. Ранее ученые думали, что эти динозавры не обитали в этом районе. Всего исследователи нашли более 250 новых мест для перспективных раскопок. Для этого они использовали данные со спутников и дронов. 15-этажный отель в китайском городе Жуншань разрушили за 10 секунд. Видео, на котором запечатлен процесс уничтожения, опубликовали на китайском портале СОХУ. Ролики снимали очевидцы и жители соседних домов. Взрыв был контролируемым. Граждан предупредили о том, что гостиницу снесут. Прилегающие к ней дороги перекрыли. Отель был историческим зданием. До недавнего времени там принимали гостей, но потом строение признали ветхим.